Осенью прошлого года в моей практике автопутешественника состоялась первая в своем роде поездка исторического формата по Шаманайкинскому району Восточно-Казахстанской области. Тогда мы побывали в заброшенном упраздненном поселении Саранчево, в год своего расцвета насчитывавшем около 93 домов. Ссылку на фильм о поселении Саранчево я оставлю в описании под видео. Изучая старые карты, близлежащие к поселению Саранчево окрестностей, я наткнулся еще на несколько небольших некогда населенных пунктов. Родионовка, Шишка и Коротовка. Для себя я решил, что обязательно сюда вернусь, чтобы попытаться найти хоть какие-нибудь следы былой жизни. И сегодня я был на полпути к осуществлению этой цели. День выдался благоприятным для поездки. Дул освежающий ветерок, дорога, по крайней мере ее асфальтовая часть, радовала голодного путешественника. Поскольку планы я перед собой поставил Наполеоновский, было решено основную часть пути проделать по асфальту. В отличие от прошлогодней поездки, когда маршрут был построен вдоль железной дорожной линии. Тем не менее, недорожная часть маршрута, пролегавшая по проселочным дорогам и полям, оказалась достаточно длинной. Возможно, от того, что местами ехать приходилось очень медленно. Практически сразу за селом Рулиха бортовой навигатор начал уводить в поля, приближая меня к железной дороге. Именно там, согласно собранным мною сведениям, и располагался населенный пункт и одноименная станция Шишка. Отыскать населенные пункты Коротовка и Родионовка я не надеялся. Несмотря на то, что мне удалось сопоставить современные карты со старыми, не было никакой зацепки, чтобы определить более точное расположение этих поселений. Если населенный пункт Шишка мне удалось отыскать по остаткам строений, едва различимым на снимках из космоса, то для Коротовки и Родионовки такой возможности не было. Было видно, что природа забрала обратно на некогда отданные людям под строительство жилья клочки земли. Сейчас я потихоньку приближаюсь к тому месту, где, по моим сведениям, стояли дома некогда жилого населенного пункта Шишка. Основную часть поездки я посвящу именно этому поселению. И если останется время, попробую проехать в те места, где, по моим сведениям, стояло село Родионовка и станция Шишка. Возможно, мне повезет найти остатки этих поселений. Вскоре показалось небольшое озерцо, расположенное на изгибе речушки Андреевка. Именно в этом месте и должно было стоять село Шишка. Ну вот, друзья, первая цель моей поисковой операции выполнена. Сейчас я стою ровно в том месте, где некогда располагалось село Шишка. К моему большому сожалению, на текущий момент я не обладаю какой-либо информацией об этом населенном пункте. Перед поездкой несколько дней шерстил интернет, вводя различные поисковые запросы. Все безрезультатно. Возможно, что по приезду домой мне удастся найти хоть немного информации об этом селе. Но пока я делаю вывод, что перед очередной поездкой в заброшенные поселки надо вспоминать школьные годы и отправляться за спором информации о них в библиотеку. На момент съемок мне была известна лишь общая информация о населенном пункте Шишка. Это упраздненная станция, а также населенный пункт в Шимонахинском районе Восточно-Казахстанской области. Село и станция входили в состав Каменевского сельского округа. По данным переписи, в 1999 году население отсутствовало, а уже в 2000 году станция Шишка была упразднена. По данным военных карт, на станции Шишка располагался блокпост. Сам же населенный пункт, располагавшийся на речке Андреевка, насчитывал порядка 67 домов. Это немногим меньше, чем в поселении Саранчева. Вы знаете, когда я готовился к этой поездке, у меня были большие сомнения, а стоит ли игра свеч. По сути, сейчас я сижу в чистом поле рядом с каким-то водоемом, не имея никакой информации о селе Шишка и не знаю, что вам рассказать. Но давайте пофантазируем. 67 домов – это примерно 200 жителей из расчета 3 человека в одной семье. А это уже не такая маленькая цифра. По сути, я надеюсь на то, что хоть кто-нибудь из молодого поколения, кто будет смотреть этот ролик, заинтересуется биографией своих родителей, живших здесь – бабушек, дедушек. Если вы хоть как-то причастны к истории этого села, рассказывайте свою историю. Любая информация бесценна. Это Восточный Казахстан, Шаманайкинский район, территория некогда жилого поселения Шишка. Практически перед самым отъездом мне чуточку повезло. Удалось найти свежую статейку с недвусмысленным названием «Как Казахстан стал Фатерландом». В переводе с немецкого «Фатерланд», прошу прощения за мой немецкий, означает «земля отцов». В годы репрессий в Казахстан были сосланы тысячи немцев по Волжи, для которых территория Великой Степи стала настоящей родиной. По словам историков, в ходе массовой депортации немцев на территорию Восточного Казахстана общая численность немецкого населения увеличилась в сравнении с данными переписи 1939 года в 8 раз. Немецких переселенцев направляли в те населенные пункты, где процент таких жителей был незначительным или где они вообще отсутствовали. Одним из таких населенных пунктов стала станция «Шишка» и расположенная неподалеку одноименное село. Но размещение людей на местах затруднялось тем, что в это время в республику стали прибывать большими партиями, эвакуированные из прифронтовой полосы. Изыскать для всех жилье, обеспечить продовольствием было чрезвычайно трудно. Приезжих стали подселять к местному населению. Ирма Адамовна Ноненмахер вспоминала, что их привезли из Грузии в Шаванайхинский район на станцию «Шишка». Подселили к семье Иванченко. В одном доме разместились две большие семьи. Тесно, но тепло. Только представьте, какое переплетение судеб людей было в те годы. Какой-то хаос, неопределенность и отчаяние. По сути, даже для тех, кто родился и жил в этих местах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Реально, здесь прям пахнет историей. Вообще, когда находишься в таких местах, испытываешь какое-то необъяснимое и странное чувство даже днем. Возможно, это понимание того, что вокруг тебя находится не просто речка до кустики, а нечто большее. Время еще есть, поэтому попробуют искать станцию разъезд «Шишка». Вы со мной или так и будете вдаль смотреть? Сейчас я подъезжаю к железнодорожной ветке. Вообще, если смотреть карты со спутника, то в этих местах железнодорожная линия постоянно изгибается, меняя свое направление. С чем это связано, я не знаю. Никаких гор и лесов вокруг нету. За исключением плотной лесополосы по обе стороны железной дороги. Вскоре я добрался до того места, где, по моим предположениям, стояла станция «Шишка», упраздненная в 2000 году. Сейчас здесь не осталось практически никаких упоминаний об его жизни. Все стерто временем и людьми. Даже сложно себе представить, что здесь кто-то жил. Побродив вдоль железной дороги, я решил вернуться к озерцу и немного подкрепиться горячим чаем из термоса. А заодно обдумать дальнейшие планы этой поездки, которых у меня было не так уж и много. Как я упоминал вначале, в этих местах стояло еще два села – Коротовка и Родионовка. Ни в одном, ни в другом месте, где они стояли, не было никаких признаков, по которым можно было бы сказать, что здесь жили люди. Да и населенные пункты эти насчитывали все около 20 домов в каждом из них. В принципе, до Коротовки отсюда было рукой подать. Родионовка же располагалась чуть дальше, но обратный путь я проложил именно через нее. Поэтому я все же решил сделать небольшой крюк через то место, где стояла Коротовка. Перед отъездом я еще раз внимательно осмотрел то место, которое уже сейчас не напоминает ни о чем. Даже всем нам известный гугл на запрос «Село Шишка, Восточный Казахстан» молчит, подкидывая в результаты поиска ссылки на совсем другие шишки. Грустно это или печально – решать каждому, но, наверное, это нужно воспринимать как есть. Как я и предполагал, о Коротовке не осталось никаких упоминаний. Кусы да трава вокруг. Вот примерно так выглядит то, что стал ненужным человеку. Природа возвращает все к первозданному виду. Со стороны это выглядит так, как будто я приехал в чисто поле и стою, сочиняю рассказ про то, как здесь жили люди. Если бы не старые карты, то я и сам себе перестал бы верить. Терять время на любование нежилым клочком земли явно не было никакого смысла. Тем более, что на пути у меня значилась еще одна деревенька. Туда я и направился. Ну вот, та же картина. Чисто поле, как говорят в народе. Но за тот факт, что село Родионовка стояло именно здесь, я уверен, 100 за 200. Дело в том, что здесь рядом протекает небольшая речка или ручеек под названием Ключевка или Ключевка. Не уверен, как правильно произносить. Так вот, в том месте, где два ручья сливаются в один, немного вверх по течению стояли дома. И было их здесь около 22. Честно говоря, если бы я не располагал старыми военными картами, никогда бы не узнал о поселениях, расположенных в этих местах. Саранчево, Шишка, Родионовка, Коротовка. Да сколько этих поселений еще было вокруг нас, и сколько их было только в Шамонайхинском районе, в годы Второй мировой войны, ставшем родным домом для сотен спецпереселенцев. Саранчево, Шишка, Родионовка. Покидая эти места, я понимал, что вряд ли сюда приеду во второй раз. Но сейчас на душе было какое-то облегчение от того, что мне удалось внести хотя бы мизерный вклад в то, чтобы эти островки былой жизни в виде исчезнувших или ликвидированных поселений еще немножко прозвучали в нашей памяти. Да, этот фильм нельзя в полной мере считать историко-краеведческим, да информация о поселениях, о которых в нем шла речь, даже на чайную ложечку не наскребется. Но, на мой взгляд, сам факт того, что названия населенных пунктов прозвучали сегодня в этом фильме, можно считать небольшим достижением. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok